Какой бы навороченной и суперавтоматизированной не была ваша швейная машина, если игла установлена неправильно, качество строчки будет страдать. С вами Ольга, вы на канале Швейный Советник, и в этом коротеньком видео мы с вами научимся правильно менять иглу у промышленной швейной машины. Внешний вид игл для бытовой машины и для промышленной машины, конечно же, отличается. У иглы бытовой машины на колбе имеется вот такая плоская поверхность, она называется лыска. То есть поставить эту иглу в швейную машину неправильно, вообще невозможно. У иглы промышленной машины колба абсолютно круглая со всех сторон, и отсутствие лыски поначалу может вызвать легкую панику, а как вообще правильно эту иглу установить. В случае с промышленными иглами мы ориентируемся на желобки, которые находятся непосредственно на стержне иглы. С одной стороны иглы желобок длинный, он предназначен для нитки. С другой стороны имеется вот такая гладкая выемка. Эта выемка должна быть обращена к челноку, то есть вправо. Запоминаем. Длинный слева для нитки, короткий справа к челноку. Иглы для промышленных машин выпускают различные фирмы-производители. Нам важно учитывать тип иглы. Эту информацию мы можем найти в спецификации. Так как эта инструкция у меня для трех видов машин, в табличке указана машина А7Е. Но нам важна здесь не марка. Нам важно, что эта машина для легких и средних материалов. В этом случае используются иглы ДБ1. От 9 до 18 это толщина игл. Если вы посмотрите на упаковку игл для промышленной машины, то увидите здесь двойное обозначение. В более привычных для нас цифрах это иглы от 60 до 110. Упаковки могут быть различные. 10 игл, 20 игл. Так же, как и для бытовых игл, номер иглы обозначает ее толщину. Чем цифра большая, тем игла толще. Работают все известные нам правила подбора толщины иглы относительно толщины ткани и толщины используемой нити. В инструкции к швейной машине Аврора А5Е имеется пункт по установке иглы. Очень важно, при работах по замене иглы машина должна быть из сети отключена. Это элементарное правило техники безопасности. Перед заменой иглы поворачиваем маховое колесо и устанавливаем иглу в крайнее верхнее положение. Нужно открутить вот этот винт. Вращаем винт против часовой стрелки. До конца его выкручивать не нужно. Вытаскиваем иголку. Берем новую иглу и находим длинный желобок, по которому должна идти нитка. Иглу вставляем в игловодитель до упора. Располагаем ее таким образом, чтобы с торца мы не видели игольное отверстие. Вот с этой стороны у нас длинный желобок. Вот с этой стороны, короткий. Затягиваем винт. Чтобы себя проверить, можно вот так белый лист бумаги сюда разместить и посмотреть еще раз. Если в силу особенностей зрения вам сложно оценить, правильно ли вы установили иглу, можно воспользоваться увеличительным стеклом, либо сфотографировать на телефон, увеличить снимок и посмотреть. Нить в иглу вставляется слева направо. Можно воспользоваться вот таким нити-вдевателем. Просто размещаем его в отверстие иглы. Сейчас у меня игла номер 90. Он достаточно легко прошел в отверстие. Вставляем ниточку и продеваем в иглу. Делаем тестовую строчку. Проверяем, что в качестве строчки нас все устраивает. Сверху у меня стоит белая нить. Снизу голубая нить. Качество строчки после переустановки иглы сохраняется хорошее. Довольные счастливые. Работаем дальше. Как видите, в замене иглы на промышленной швейной машине нет ничего сверхъестественного. Да, этот процесс требует аккуратности, но он не сложный. Эту швейную машину Аврора А5Е я приобретала на сайте Кнетисм. При использовании промокода Советник 20 вы можете получить 3000 бонусных рублей и использовать их при оплате вашей техники Аврора. На сайте представлен огромный ассортимент швейной техники. Есть рассрочка платежа и бонусная программа. Чтобы подобрать машину, идеально подходящую под ваши задачи, можно пройти тест или проконсультироваться с менеджером. Для поиска воспользуйтесь удобной системой фильтров. Ставите нужные вам чекбоксы, галочки и нажимаете «Показать». В общем, походите по сайту, посмотрите разные разделы, уточните непонятные для вас вопросы, а потом спокойно покупайте и шейте с удовольствием. Как воспользоваться промокодом я показывала в отдельном видео. Ссылку на него я прикреплю в описании. Серию полезных видео по работе на профессиональной швейной машине я, конечно же, буду продолжать. Если для вас это полезно, не забудьте поставить лайк и написать комментарий, какие вопросы в эксплуатации промышленной швейной машины у вас вызывают наибольшее затруднение. Увидимся в следующих интересных роликах. С вами была Ольга и канал Швейный Советник.